А вот я вам скажу, то, что я сам слышал, не то, что пишут там, знаете, это сейчас столько этих всяких статей, писулик, мне говорили, я ещё мальчишкой был, монахини Шамардиного монастыря, сами монахини, которые общались с этими общинскими старцами, и говорили как, если бы только посмотрели на них при этом, это в советское время гонение. А вот общинские старцы-то вот говорили, что будто бы опять откроют монастыри и храмы, и что опять православие будет свободно, и я вижу, не верят. Ну, какой там верить, когда всё разогнали? Они говорили, вот общинские старцы, ну, они говорили при этом так, всё опять откроют, но ненадолго. Первое, что они сказали, исполнилось. Мы сейчас все свидетели, и поэтому я не сомневаюсь, что исполнится и второе. Пророчество Игнатия Брянчанинова, святителя, который в своих письмах, вот, это середина 19 века, чёрным по белому прямо написал, можете, повторяю, взять и прочитать. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Он сказал, мысль, идею. Сколько было этих деятелей, которые хотели захватить весь мир. Вот он, наконец. И ужас какой! Наш народ может и должен, в смысле, должен по идее, по идее, по логике. Он не приказывает, что он не может. Может и до. Наш народ. Я содрогнулся, когда первый раз прочитал это. А потом? Увидел. Верно, это так. А знаете, откуда увидел? Это и вы сейчас скажете, да. Помните, что происходило перед канонизацией царской семьи? Помните? Помните? Нет, наверное, не помните. Искупитель. Он Искупитель. Две тысячи лет был один нас Искупитель, Господь Иисус Христос. И никто никогда не смел никого больше даже употребить. Здесь пишут, не кто-нибудь, ой, сколько в этих подписях 150, сколько священников московских и ещё там. Да, Искупитель для России. Первый, первый, да, среди святых русских. Что там эти все Сергии Радоневские, Серафима Саровские? Он первый. Вот здесь что творится? Мы не знаем уже никакой меры. Всё. Почему? Он помазанник. А до этого были императоры, конечно, не помазники. Когда Александра Второго взорвали, он без ног три часа мучился. Это похуже расстрела. Он помазанник? Помазанник. А в чём дело? Почему его тогда? Не восхивляете? Когда начинает говорить, спрашивать, я говорю, знаете, он же вот пострадал мученически. Я говорю, миллионы в это время пострадали мученически. В чём дело? Почему? Что случилось? Откуда такой ажиотаж? Ну, много святых у нас, много мучеников. Ну, слава Богу, и он тоже. Нет, не и он тоже. А он. Все прочие ниже. Почему? Почему? Царь. Только по одной причине, что царь. Вы подумайте. И я тогда понял. Вот, о чём мы ждём. Ждём совсем не святости, не подвижничества, а царь. И падаем в обморок. Наверное, ни в одном народе нет такого ажиотажа, нет такой жажды царя, как у нас. В чём дело? Это вопрос уже другой. Но факт, поразительный факт, именно такой. Ждём, ждём. Об этом пишут. Вон, книжки сейчас. Смотрю, там, Татьяна Грачёва, ещё кто-то такой, прям пишут. Дай, дай, ждём, ждёт. Получите, голубчики. Получите. Получите. Кто читал Библию, помнят, как евреи просили у Бога царя. Разгневался Бог. Слышите? Бог-то разгневался за то, что они просят царя. И дал им бесноватого Саула. Получим и мы в этой своей жажде. Вот ситуация, которая, которая, оказывается, очень отвечает вот той атмосфере жизни, атмосфере нашей, я бы сказал, души, которая вскрывает, что нам хочется, что нам нравится. Не Бог, не спасение. Вы слышите? Не святость. Совсем не это. Нам нужно могущество, сила, материальное благополучие и царь-помазанник. О! И всё в порядке. Слышите, что? А Бог это... Ну, так, это Бог. Ну, конечно, Бог. Ну, конечно, Бог. И пророк его помажет. Укажет, то есть, на него. Какой пророк? От какого Бога? По каким признакам? Ай-яй-яй! Прямо исполнение апокалипсиса. И действительно поклонится, как пишет Иоанн Богослов, и придут и поклонятся пред Ним все народы. Но самое жалкое, что наш народ станет орудием. Выдвинет его. Выдвинет. И первые поклонимся. Вот это будет уже страшно. Указанием на того, на то, кто мы есть. Кто нам нужен. Вот кто нам нужен, оказывается. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.